МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Колбасы и мясные деликатесы производятся на огромном количестве предприятий. С каждым годом этих предприятий становится все больше и больше. Ветчина, корейка, окорок, буженина в ассортименте, но фактически любого магазина. Продукты это очень вкусные, но вот насколько они полезны, и какие технологии используют современные производители. В этом нам помогут разобраться специалисты Нижегородского референтного центра Россельхознадзора, а за покупками мы, как обычно, отправились в Центр народной торговли Комсомолка. На этот раз мы закупили несколько видов мясных деликатесов. Карбонат, окорок и грудинку. Отбор, транспортировка и хранение образцов продуктов производились согласно условиям государственных стандартов с соблюдением холодовой цепи. Продукция, изготовленная по ГОСТу, должна четко соответствовать требованиям этого стандарта. В продукцию, выполненную по ТУ, в отличие от ГОСТа, могут быть добавлены другие составляющие, которые существенно влияют на свойства изделия и придают ему другие качества. Итак, мясные деликатесы. Копченые, вяленые, соленые, маринованные в специях. Изначально это был способ более длительного хранения мяса. Но так как это продукты очень вкусные, они стали украшением праздничного стола и излюбленными холодными закусками. Сейчас немного интересной информации о самых популярных деликатесах. В основном мясные деликатесы готовят из свинины, говядины или телятины. Есть, конечно, и более экзотические, из мяса кабана, оленя, медведя, но эти продукты специфические по вкусу и весьма дорогие. Поэтому остановимся на привычных для нас. Итак, грудинка, окорок, шейка. Ясно из самого названия. Это определенные части туши. А уж способов приготовления мяса очень много. Карбонат. Берется филейная или спинная вырезка. Жарят или запекают. Мясо панируют с мукой, солью и специями, чтобы получилась плотная корочка. А само название карбонат происходит от французского карбо-уголь. Раньше это блюдо готовили на угольном жару. Корейка. Это спинная часть туши. Самая жирная. Поэтому это блюдо очень сочное. Мы не делаем рекламы, не сотрудничаем с производителями представленной продукции. Мы даем вам самую исчерпывающую информацию о качестве товаров. Информирует вас Россельхознадзор. Основной показатель качества мясных деликатесов это, конечно же, их цена. Если карбонат, например, различается в цене чуть ли не в два раза, не спешите брать самые дешевые. Дело в том, что все производители работают, ну, фактически на одинаковом сырье. А самые дешевые добавляют до 100% добавок. А в дорогие всего 10. Вот решайте, стоит ли экономить. Ну, еще несколько советов, которые вам пригодятся при выборе мясных деликатесов. Принято считать, что мясные деликатесы изготавливают из цельного куска мяса. Таким образом, такие продукты полностью мясные. Оказывается, это не так. Современные технологии в производстве позволяют добавлять и в грудинку, и в окорок, и в карбонат, сою, молочный или растительный белок, пшеничную клетчатку. Все эти ингредиенты не вредные, но удешевляют себестоимость продукта для производителя. А еще производителям выгодно добавлять воду или рассол. Масса продукта увеличивается. Если покупаем грудинку, она может быть как с ребрышками, так и бескостная. Не ищем обезжиренную. В кусочках должны чередоваться слой шпика и мяса. У шейки прослойка жира тоненькая и закрученная. Карбонат лучше брать с плотной, непористой структурой, нежно-розового цвета, с небольшим слоем шпика. Буженина – это запеченный окорок, на срезе имеет сероватый цвет, немного суховатый, жир может присутствовать, но совсем в небольшом количестве. Приобретайте только хорошо упакованные мясные деликатесы с проставленным сроком годности. Мясные деликатесы в вакуумной упаковке остаются свежими несколько недель, а при вскрытии упаковки – около четырех дней. Если вы приобрели товар, качество которого вызывает сомнения, вы можете обратиться в программу «Россельхознадзор информирует». Оставляйте свои вопросы на сайте нашей телекомпании и в группах телекомпании ННТВ ВКонтакте и на Фейсбук. А также вы можете обратиться в Нижегородский референтный центр Россельхознадзора. Контактный телефон 466 40 78. Буквально через несколько минут узнаем результаты экспертизы. Насколько качественные мясные деликатесы мы приобрели или все-таки специалисты Россельхознадзора выявили нарушение. Ну а прямо сейчас наша постоянная рубрика «Пищевой ликбез». Покупатели задают вопросы, а специалисты Россельхознадзора отвечают на эти вопросы. Очень часто для копчения продуктов производители используют жидкий дым. Он вреден для организма человека. Все зависит от качества жидкого дыма. Жидким дымом начали пользоваться еще в 19 веке, и тогда в его состав входили природные компоненты. В настоящее время в составе жидкого дыма входит много карбонильных, кислотных и фенольных соединений. Также используются красители, то есть натурального очень мало. Именно поэтому большинство специалистов считает, что употребление продуктов, которые коптились с помощью жидкого дыма, пользы не приносит, так как они вызывают аллергические реакции, а наличие канцерогенных веществ ведет к раковым заболеваниям. Почему буженина, окорок, карбонат в магазинах имеют длительный срок хранения? За счет каких добавок этого достигают производители? Буженина, окорок и карбонат являются деликатесными продуктами. Чаще всего мы их видим на прилавке в жареном, запеченном или копченном виде. То есть они проходят термическую обработку, которая увеличивает срок годности. Кроме того, они вырабатываются с добавлением соли, которая является натуральным консервантом. В настоящее время, конечно, добавляется очень много и искусственных консервантов. Кроме того, пищевые добавки, карагинаны, фосфаты и даже растительные белки. И все это увеличивает срок годности продукта. Купила окорок в вакуумной упаковке, а внутри оказалось много жидкости. Это значит, что продукт испорчен? Нет, продукт не испорчен. Скорее всего, у него истекает срок годности. Данный продукт изготавливается путем замачивания мяса, шприцевания его. И поэтому в процессе хранения часть влаги выходит. Если продукт хранился бы не в вакуумной упаковке, произошло бы испарение лишней влаги. Если вы купили такой продукт и увидели, что у вас в упаковке есть вода, открыли, запаха от продукта нет, то можно этот продукт употреблять. То есть, я советую его достать из вакуумной упаковки, протереть салфеткой и хранить или в фольге, или в салфетке. Думаю, что большинство из вас догадываются, что производители карбоната, грудинки, ветчины, буженины добавляют ароматизаторы, загустители и консерванты. Для чего? Для того, чтобы продукт дольше сохранялся, но и для того, чтобы его вкус был более привлекательным. Если вас это смущает, выход один – готовьте мясные деликатесы дома. В принципе, ничего сложного, но время потребуется. Я для себя выбрала вот какой способ запеченной свинины. Лучше всего подходит нежная мякоть шеи, но можно взять и кусочек окорока. Нам потребуется 1 кг мяса, 1 головка чеснока, 3 столовые ложки горчицы, 3 столовые ложки меда, соли, перец по вкусу. Можете использовать сухие травы на ваш вкус. Мед и горчицу смешиваем до однородной массы. Мясо промыть и просушить, намазать готовой смесью и убрать в холодильник на ночь. После нашпиговать чесноком, натереть солью и перцем. Мясо плотно обернуть фольгой, запекать в разогретой до 250 градусов духовке в течение часа. Подавать на стол уже остывшим. Ну что ж, прямо сейчас узнаем результаты экспертизы. Они уже готовы. Итак, слово специалистам Нижегородского референтного центра Россельхознадзора. Исследования показали, что содержание бидзапирена во всех образцах мясной продукции соответствует требованию нормативного документа, а именно 21-го технического регламента Таможенного союза. Таким образом, все представленные образцы мясных деликатесов успешно прошли испытания. Нарушения не были выявлены. Таковы результаты экспертизы. Делайте свои выводы и внимательно относитесь к выбору продуктов. И в этом нам, как всегда, помогут специалисты Нижегородского референтного центра Россельхознадзора. Центр народной торговли «Комсомолка». Комсомольская площадь 6. Станция метро «Ленинская». Телефон 212-52-28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова